Привет, это Владимир Рузанов и я хочу вам рассказать о компании Whole World, что переводится с английского как «всем миром», и это является благотворительным фондом, через который можно совершать пожертвования и помогать другим людям. И самое интересное в нем заключается в том, что вы можете через него делать не только пожертвования, но и зарабатывать на этом. Я уверен, что вы не поняли сейчас смысла того, что я сказал, и когда я первый раз об этом услышал, я тоже не понял смысла. И я хочу рассказать небольшую историю, как я наткнулся на этот фонд и почему я решил сюда инвестировать. Мое знакомство с ним произошло еще несколько лет назад, когда я его подробно не изучал и не начал тогда с ним сотрудничать. Каким образом я его нашел? У меня уже очень давно была мысль о том, что часть своего заработка я должен отправлять, ну не должен, часть своего заработка я хочу отправлять на благотворительность. Потому что я прекрасно понимаю, что как бы много или даже мало я не зарабатывал по сравнению с некоторыми людьми. Даже если мы с вами зарабатываем очень мало, то поверьте, вы зарабатываете больше, чем половина населения этой планеты. То есть если кто-то из вас не знал, то практически половина населения планеты, может быть одна треть или половина населения планеты живет меньше, чем на 1-2 доллара в день. То есть эти люди работают целыми днями за доллар или за 2 доллара в день. Половина населения планеты. То есть как вы понимаете, я думаю 99, если не 100% смотрящие этот ролик, они живут лучше, чем половина населения планеты. Я это прекрасно понимаю и поэтому я уже давно хотел начать перечислять часть своих доходов на благотворительность. Хотя бы 1, 2, 3, может быть 5% от того, что я зарабатываю. Это не так сложно и я считаю, что мне повезло, учитывая, где я родился, в каком окружении я вырос, что я в раннем возрасте начал заниматься самообразованием и в итоге я иду к успеху. Я считаю, что мне во многом повезло. Я имею в виду повезло не в том смысле, что я иду к успеху, это лично моя заслуга. Мне повезло, что я не родился где-нибудь в Чаде или там в Южной Африке. В Южной Африке это еще даже не самый плохой вариант. Там в Бангладеше где-нибудь. Мне повезло, что я родился не в этих странах, а я родился в нормальной стране, в хорошем городе, в хорошей семье. И я занимаюсь самообразованием и иду к успеху. И поэтому я считаю своим долгом перечислять хотя бы часть того, что я зарабатываю на благотворительность и помогать тем людям, которые живут в более бедных странах или у которых более худшее здоровье, чем у меня, которым требуются дорогостоящие операции. И я уже давно об этом думал, но несколько лет назад, то есть 2-3 года у меня, скажем так, были очень маленькие доходы и я не мог себе позволить начать перечисление. Но сейчас я готов это сделать, я готов к этому шагу. И когда я уже окончательно принял решение, что да, я хочу перечислять какие-то части своего заработка на благотворительность, я не хотел это делать просто, ну скажем так, не хотел просто в какой-то благотворительный фонд перечислять. Я хотел вот делать это каким-то более интересным образом. Может быть найти какую-то компанию, у которой интересная идея есть в сфере благотворительности, какая-то новизна. Вот хотелось что-то найти, что-то интересное. И я нашел. Этот фонд называется Whole World. И это не просто фонд. Я хочу сейчас вам вкратце объяснить, каким образом он работает и каким образом здесь можно помимо благотворительности зарабатывать. Дело в том, что это две организации, обе из которых называется Whole World. Но если вот мы посмотрим, вот посмотрите слева вверху, как вы видите, и там, и там написано Whole World, но логотип по цвету и по надписи внизу, он отличается. То есть давайте посмотрим, что это. Это две разные организации. Первая из которых называется Whole World, Международный благотворительный фонд помощи детям. И как вы видите здесь зеленый логотип. И здесь есть оранжевый логотип, который называется Whole World Программа развития общественной благотворительности. Что это значит? Вот это зеленый логотип, это благотворительный фонд. Я сейчас, вот это сайт благотворительного фонда. А это сайт инвестиционного фонда Whole World. И эти две организации созданы, разумеется, одними и теми же людьми, и они сотрудничают между собой. Вот это Whole World инвестиционный фонд, куда можно инвестировать и, соответственно, как я вам уже сказал, и зарабатывать. И часть денег от ваших инвестиций сразу же в момент инвестиции перечисляются в благотворительный фонд. Вот каким образом они работают. И это самый правильный, на самом деле, вариант. Это самый правильный вариант, который они только могли придумать. Потому что не может одна компания быть одновременно и благотворительным фондом, и инвестиционным фондом. То, что они разделили это на две разные компании, и они работают просто в одной связке, это самое правильное решение, которое только можно было сделать. Потому что официально быть и благотворительным фондом инвестиционным просто невозможно. Благотворительный фонд, он не имеет права никому выплачивать никакие дивиденды, никакой прибыли. То есть все деньги, поступающие в инвестиционный фонд, благотворительный фонд, они должны пойти на благотворительные цели. Поэтому все правильно. И теперь давайте мы с вами переходим, соответственно, к тому, как именно работает эта система. Как она работает, какая часть ваших денег будет перечисляться на благотворительность, и как здесь можно зарабатывать. То есть здесь есть, сразу говорю, что здесь есть две разные программы, которые называются благотворительная эстафета, где вы инвестируете 100 долларов, и с этого начинается ваш путь, и потом раз в год вы возобновляете эти инвестиции, то есть раз в год вносите 100 долларов. И есть благотворительный марафон, где можно начать с меньшей суммы, с 35 долларов, и потом вы должны инвестировать не раз в год, а раз в три месяца по 35 долларов. Сразу говорю, что можно участвовать в двух программах одновременно. Это две разные структуры компании, и они развиваются, скажем так, эти две программы развиваются параллельно друг с другом, но абсолютно по разным принципам. Сразу говорю, что я буду участвовать одновременно в двух этих программах, и в эстафете, и в марафоне. Я вам советую делать то же самое, но советую начинать именно с благотворительного марафона, с 35 долларов, потому что, во-первых, это меньшая сумма для входа, то есть 35 долларов есть, я думаю, у любого смотрящего этот ролик. Может быть, не прямо сейчас, но в течение месяца найти 35 долларов, я думаю, что это не проблема ни для одного из вас. Поэтому я советую начинать именно с этого. Данный ролик, данный ролик, мы с вами будем рассматривать именно благотворительный марафон, где 35 долларов. Я вам расскажу все тонкости, и примерно через месяц после этого видео, то есть это видео выйдет где-то в конце ноября 2020 года, а видео про эстафету, где 100 долларов в ход, оно выйдет в конце декабря. Поэтому сначала начните с 35 долларов, кстати, для тех, кто хочет оказаться в моей команде, я, соответственно, оставляю вам ссылку в описании для тех, кто хочет оказаться со мной в одной структуре. И это, кстати, принесет вам выгоду, я чуть позже объясню, какую и почему это принесет выгоду. Поэтому начинайте с 35 долларов, кто будет работать вместе со мной, и 100 долларов не начинайте, дождитесь обязательно следующее видео, второе, об этом фонде, который я выпущу в конце декабря. Ну или если вы смотрите уже в 2021 году, то просто найдите тогда второе видео, прежде чем инвестировать 100 долларов. И сейчас давайте, вот, соответственно, это благотворительный марафон, где 35, и сейчас рассмотрим, сейчас расскажу, как работает сам фонд, и дальше уже перейдем к самой программе марафон. Значит, компания работает с 2011 года, и, кстати, она работает 9 лет, и я записываю это видео именно 11 ноября, когда компания празднует свое день рождения 9 лет. То есть, видео выйдет где-то 20 какого-то ноября на YouTube, но я его записываю именно в день рождения компании 11 ноября. И, как вы понимаете, я обращаю внимание только на такие компании, которые работают от 5 лет и больше, те, которые имеют перспективу проработать десятки лет, я рассматриваю для инвестиций всегда только такие компании, только самые надежные. Те, кто меня знают, они этому не удивляются, потому что я ни в какие скамы, пирамиды и киткини и компании, которые работают полгода или год, я никогда в такое не инвестирую. Я выбираю только те компании, которые уже работают от 5 лет и выше. Это мой приоритет. Как вы видите, уже фандрайзеров, если кто-то не знает, что это слово означает, ну, это можно сказать инвесторы и благотворители. То есть, это инвестор-благотворитель. То есть, те, кто перечисляют деньги на благотворительность и одновременно развивают проект и на этом зарабатывают. Уже более миллиона человек являются партнерами этой компании. Они все находятся в одной единой структуре, в этом суть этого фонда, уже из 165 стран мира. Пожалуйста, просто задумайтесь над этим. 165 стран мира. Эти результаты, на мой взгляд, просто потрясают. Мы идем дальше. Здесь уже более подробная статистика, то есть, сколько людей зарегистрировано. Вот вы здесь видите последние регистрации. И как мы можем посмотреть, здесь идет примерно одна регистрация в 15, даже в 10 минут. То есть, примерно каждые 10 минут регистрируется один новый человек. Они все оказываются в единой структуре. То есть, это единое дерево, такое разветвление, которое постоянно растет. Получено фандрайзерами как вознаграждение и как прибыль 6,5 миллионов долларов за это время в виде пассивного дохода. И передано в фонд всем миром для лечения больных детей уже более 1 миллиона долларов за это время. Эти цифры просто великолепные. И с каждым годом они становятся все больше, потому что инвесторов и благотворителей здесь становится все больше. У вас есть достаточно много способов, вот вы видите их сейчас на экране, для того, чтобы инвестировать и для того, чтобы впоследствии получать доход. Вот вы можете здесь их все изучить. И я хочу вам показать вот здесь внизу страницы на официальном сайте. Обязательно это почитайте. Здесь написано 50 причин, почему люди участвуют в Whole World. И здесь такой лендинг, вот то есть одна причина, да, легальная надежная компания работает в правовом поле всех стран с 2011 года и уже доказала свою надежность временем. Кстати, компания зарегистрированная и инвестиционный фонд и благотворительный фонд, они зарегистрированы в России, в городе Санкт-Петербург. Это, кстати, мой родной город, где я родился и вырос. И здесь вы можете вот так вот листать. Ну, она раскрывается дальше как лендинг. То есть вот здесь вторая причина, третья причина. Просто вот я рекомендую всем прочитать эти 50 причин. Они очень мотивируют. Они, во-первых, мотивируют. Мне очень приятно было их читать. И, во-вторых, вы, прочитав эти 50 причин, вы просто много узнаете о том, как работает эта компания. Я всем рекомендую изучить. Я прочитал, мне очень понравилось и прям очень замотивировало. И теперь мы переходим, то есть саму структуру компании, как она работает. Я думаю, что вы поняли. Теперь мы переходим именно к заработку, именно уже к нюансам того, как здесь можно зарабатывать. Как я уже вам сказал, здесь есть две разные структуры, два разных возможности для заработка и для благотворительности. То есть это 100 долларов и 35 долларов. Я вам рекомендую начинать с 35 долларов и, соответственно, возобновлять их каждые три месяца. Каким образом это работает? Сейчас я найду вот эта страничка, именно объясняющая, как работает благотворительный марафон. Значит, смотрите, здесь написано, что, соответственно, эта программа благотворительный марафон, ну, разумеется, сотрудничает с инвестиционным фондом Whole World, разумеется, которая, в свою очередь, сотрудничает с благотворительным фондом, куда перечисляются деньги на лечение детей. Здесь каким образом участвовать, я думаю, что вы разберетесь. Там регистрация абсолютно не сложная. И здесь уже начинается конкретика относительно того, как работает этот фонд и как вы сможете в нем зарабатывать. Как я вам уже и сказал, все участники Whole World, это более 900 тысяч человек, ну, как мы уже посмотрели, уже там более миллиона здесь, просто не обновили эту цифру в этой статье, уже находятся в общей бинарной структуре благотворительного марафона. То есть все люди, они регистрируются в одну единую структуру и имеют право в любой момент активировать свои места, оказав финансовую помощь на сумму 35 долларов. В момент активации место участника перемещается вверх и занимает первую свободную позицию под местом его ближайшего вышестоящего партнера в сообществе Whole World, который уже участвует в благотворительном марафоне. При этом заполнение позиций в структуре производится сверху вниз, слева направо. Слева направо можете на это внимание не обращать, я чуть позже объясню, что это значит. Производится... Прошу прощения. При этом заполнение позиций в структуре производится сверху вниз, слева направо. Таким образом места других участников могут автоматически попадать в структуру под вашим местом. Даже если вы не приглашали этих партнеров лично. И вот это является ключевым моментом. Для того, чтобы здесь росла ваша структура, вы не должны... Ну, вы можете приглашать, конечно, лично, безусловно. Но для того, чтобы росла ваша структура, вы не обязаны никого приглашать. Она будет расти и без вашего непосредственного участия. Потенциал благотворительного марафона. Более... Ну, уже более миллиона зарегистрированных участников, более четверти миллиона благотворителей, более 500 новых участников ежедневно. Нимание, более 500 новых участников ежедневно. Часть из которых будет, естественно, оказываться в вашей структуре. И вот мы видим, как растет эта структура. То есть, вот сейчас самый главный момент, как растет... Как происходит автозаполнение вашей структуры. Суть ее автозаполнения... Почему здесь все, кто зарегистрировался, зарегистрировался, они спустя какое-то время будут получать от этого выгоду. Потому что все люди... У всех людей структура, она лимитирована. То есть, каждый уровень вниз в вашей структуре, он лимитирован. Допустим, вот здесь находитесь вы. Вот вы сейчас зарегистрируетесь и окажетесь вот здесь. У вас в первой линии может быть только два человека. Только два человека. Во второй линии может быть четыре человека. Вот первая линия, да, два человека. Вторая линия четыре человека. Третья линия восемь человек. И вот давайте мы посмотрим... Я сейчас зайду в свою структуру. И мы посмотрим. Вот здесь я в самом верху. И вот смотрите. Моя первая линия, два человека. И как вы видите, она уже заполнена. Ну, вот здесь у человека, у него, по-моему, просрочка, поэтому он красный. Если он, соответственно, не возобновит оплату раз в три месяца, он отсюда уберется. И сюда поставится другой человек, активный. То есть, и прошла неделя с момента моей регистрации. Смотрите, первая линия уже заполнена двумя людьми. Я ничего для этого не сделал. Я никого лично не приглашал. И я буду получать процент с инвестиций в благотворительный фонд этих людей. То есть, часть денег от того, что мы инвестируем, она передается в благотворительный фонд. А часть денег в инвестиционный фонд. И вот та часть денег, которая передается в инвестиционный фонд, это примерно 70% от вклада. Каждого из нас. Вот с этих 70% мы будем все получать прибыль, вся структура. И смотрите, вторая линия, 4 человека. Смотрите, из 4 человек уже 2 места заполнено. То есть, я еще ничего... Вот видите, уже так раз, два, три, четыре. Вот пятая линия, уже в пятой линии какой-то человек появился, да? Который тоже будет возобновлять свои вклады раз в 3 месяца. И я буду получать с этого процент. А я еще ничего не сделал. Смотрите, у меня написано, заполнено место в моей структуре уже 11 мест. Я зарегистрировался неделю назад. Я ничего не сделал. Я никого не приглашал. Я никому никакие ссылки не отправлял. Этот ролик выйдет только через 2 недели. Первый с момента того, как я его запишу. Смотрите, у меня уже 11 человек в структуре. Из каждого я буду получать проценты. То есть, происходит автозаполнение. И почему все получают с этого пользу? Потому что у вас, у вас есть только 2 свободных места в вашей первой линии. Во второй линии только 4. В третьей линии только 8. И если вы заходите в мою структуру, почему я вам говорил, что вам выгодно оказаться в моей структуре. Если вы хотите, можете в какую-то другую структуру попасть. Если не хотите, можете не периферальной ссылке зайти, а просто написать Whole World в Яндексе и зарегистрироваться. Вы все равно в чьей-то структуре окажетесь. Это просто почему вам выгодно оказаться именно в моей, потому что я буду заниматься активными приглашениями. И те приглашения, которые я буду делать, эти люди окажутся уже в ваших структурах. Ну и в моей, соответственно, тоже. Но они уже окажутся под вами, не подо мной. У меня все, у меня уже первая линия занята. На момент выхода ролика, я думаю, и вторая линия уже будет занята. То есть, вы окажетесь в третьей линии, потом у вас будет выстраиваться четвертая линия. И она будет выстраиваться не только благодаря мне, но она будет выстраиваться и благодаря вашей активности, которую вы будете проявлять. И благодаря самой компании. Потому что идут переливы с верхней структуры. Нам идут переливы с верхней структуры. Давайте вот дальше подробно это посмотрим, каким образом это происходит. Смотрите, ежеквартальная активность. Каждый из нас, каждый, кто находится во всех этих структурах. Обязан будет перечислять в фонд 35 долларов. Куда они будут направляться? 10 долларов от каждого вклада направляются в благотворительный фонд всем миром. 19 долларов поступают другим участникам марафона, чьи места находятся над вашим местом в структуре. И всего на 10 уровней делятся эти вознаграждения. То есть 10 уровней над вами, они частями будут получать эти бонусы. То есть вот смотрите, у вас выстроится структура, допустим, вниз, вот сюда на 10 уровней. И тут кто-то инвестировал. И 10 человек, находящиеся над ним, они получат с этого бонуса. Представляете, какой это происходит постоянно финансовая циркуляция, какая мощная. Потом 3 доллара из 35 поступают вашему ближайшему, состоящему партнеру Whole World, который имеет статус бизнес и является участником благотворительного марафона. Благотворительный марафон это другая структура. Это там, где вложение 100 долларов в год. И мы об этом поговорим в следующем ролике. Сейчас затрагивать не буду. 3 доллара с каждой инвестицией в 35 долларов это сервисный сбор компании. То есть это комиссия компания, которая идет на расходную часть, то есть на сотрудников, на продвижение, на рекламу, то есть на всю расходную часть этой компании. И для поддержания активности места необходимо производить оказание финансовой помощи ежеквартально один раз в три месяца. Я думаю, что это тоже понятно. Теперь вот здесь показано, это более, ну то, что я сейчас прочитал, сейчас показано уже в виде схемы. Вот вы инвестируете 35 долларов и идет 10 долларов на благотворительность в благотворительный фонд Whole World, 3 доллара информационному спонсору, 3 доллара сервисный сбор. И вот мы видим над вами первые три линии, именно не под вами, а над вами с вашей инвестицией получают по одному доллару. Первые четыре, простите, по одному доллару. Потом следующие три получают по 2 доллара и еще следующие три по 3 доллара. Итого получает всего 10 уровней над вами. И точно так же вы в будущем будете получать вознаграждение, когда под вами тоже выстроится структура. А она непосредственно выстроится, безусловно. Даже если вы будете проявлять самую минимальную активность, особенно если вы будете в моей структуре. Потому что я буду очень активно развивать здесь структуру, мне очень нравится этот проект. Финансовая мотивация. Я думаю, вы уже поняли, вот здесь написано, что почти 6 тысяч долларов можно зарабатывать каждые 3 месяца на одно место. Если у вас будет выстроена максимальная структура. Ну максимальная именно максимальная, прям структура на 10 уровней, конечно, мало у кого выстроена. Но со временем за 2-3-4 года, я думаю, это вполне возможно сделать. И здесь написано, что вот ваш доход, который вы получаете на одно место, умножен на количество мест. И вы, наверное, сейчас спросите, что это значит. Это значит, что вот то, что я вам сейчас рассказывал, это финансовая циркуляция денег. Она происходит относительно одного места. Вот я зарегистрировал одно место, да, вот здесь вот мы видим сверху. Я его открыл. И на это место я должен вкладывать 35 долларов ежемесячно. Не ежемесячно, прошу, ежеквартально. То есть раз в 3 месяца я должен буду вкладывать 35 долларов. Но я имею право в этой структуре открыть не одно место, а любое количество мест, которых я захочу. То есть я могу зарегистрировать второй. То есть вот эти все кружочки, которые вы видите, это не обязательно разные люди. Один человек может открывать здесь, именно в этой программе, в благотворительном марафоне, любое количество мест, которые он захочет. И каждое место будет считаться инвестиционным инструментом во всей этой структуре, инвестиционной единицей, которая будет получать вознаграждение со всей структуры. То есть что это значит? Я открыл одно место, я ежеквартально вкладываю 35 долларов. У меня растет структура. И я решаю открыть еще одно место и тоже вкладывать 35 долларов. То есть я уже буду вкладывать за два места не 35 долларов ежеквартально, а 70 долларов ежеквартально. И допустим оно оказывается вот здесь. И теперь моя структура строится еще ниже, там появляются другие люди. И уже с их инвестиций я буду получать бонус как в первом месте, так и во втором месте. И потом я могу открыть третье место куда-нибудь, вот здесь оно попадет. И ниже структура продолжит расти, и я там тоже продолжу получать процент. Разумеется с момента открытия места первого, то есть допустим вы вот открыли первое место сверху. Да я открыл, я заплатил 35 долларов. И через три месяца я должен опять заплатить 35. Сначала вот каким образом это все развивается? Каким образом вы начнете зарабатывать? Вот представьте, вы сначала потратили 35 долларов. Сначала вы их потратили, все 35 долларов, когда регистрировались. У вас начинает расти структура. Вы получаете людей от компании. Вы получаете людей от моей активности. Вы сами кого-то приглашаете. И со временем у вас растет структура. И вы через три месяца должны опять инвестировать 35 долларов. Но через три месяца вам уже не придется вкладывать 35. Вам придется вложить допустим 20. Потому что 15 вы получите бонусов уже от вашей структуры. Потом пройдет еще три месяца. Вам уже придется вкладывать 10 долларов, а не 35. Потому что вы 25 получите от структуры. И потом в четвертый квартал вам уже вообще не надо будет вкладывать свои деньги. Потому что вы 35 долларов получите от структуры. Потому что она каждый квартал у вас будет увеличиваться. И каждый раз каждое место, находящееся в вашей структуре, они тоже вкладывают 35. И вы получаете с этого процент. И уже максимум через год с момента вашей работы вы не просто ничего не будете вкладывать для этой ежеквартальной инвестиции. Вы уже будете получать бонусов больше, чем ваш ежеквартальный взнос. И с этого момента вы начинаете зарабатывать. И этому заработку нет предела. Ну есть, но так как вы можете... Есть предел на одно место заработка. Но вы можете открывать все новые места. И постоянно зарабатывать все больше. Каким образом я буду делать? Каким образом вот моя стратегия? Я уже открыл одно место и буду вкладывать 35 долларов каждые 3 месяца. Я сейчас начну выстраивать структуру. И я пока что решил открывать именно ежеквартально одно новое место. То есть сейчас я ежеквартально вкладываю 35 долларов. Через 3 месяца открою второе место и начну вкладывать по 70 долларов. Потом по 105 долларов. Ну то есть я пока что ежеквартально. Может быть если у меня получится быстро наращивать структуру, я буду открывать может быть по одному новому месту в месяц. Посмотрим. Но пока что в квартал. И вам рекомендую делать то же самое, потому что вы просто представьте. Если я, вы и все кто стоит над вами, они будут постоянно открывать новые места и увеличивать эту финансовую циркуляцию. Именно благодаря этому мы сможем здесь зарабатывать все больше и больше. И я хочу вам высказать одну мысль. Вот здесь написана статья о том, что приглашать не обязательно вашу структуру и так будет расти. Вот здесь происходят переливы от вышестоящей структуры. Ну вот я только что это вам объяснял. Вы регистрируетесь и я после этого кого-то пригласил. Или сам открыл свое новое, второе место открыл. Это второе место будет у меня уже не в первой линии. Оно у вас будет в первой линии. Вы будете получать уже с этого процент. В этом суть вот этой структуры, что в первой линии у каждого человека только два места. Это просто невероятно. Я, честно говоря, я нигде такого не видел. Нечто похожее в сообществе Ройклуб, если кто-то знает. Но в Ройклубе у них тоже лимитированные места, но там в первой линии 9 человек, а во второй линии 27 человек максимальное. Это не то. Там люди слишком долго будут ждать переливов от вышестоящей структуры. А тут у каждого человека первая линия всего лишь два места. Вторая линия всего лишь четыре места. То есть это люди практически моментально начинают получать переливы от вышестоящей структуры и от самой компании. Поэтому я, честно говоря, такого не видел пока что нигде. Это самая лучшая структура переливов, которую я видел. Это прям вот компания, нацеленная именно на помощь и на процветание каждого человека. То есть какой бы ни был активный лидер, такого не будет, что один, вот единая структура, да, и такого не будет, что один человек там зарабатывает 10 тысяч долларов, допустим, в год, а человек у него в первой линии, он зарабатывает 100 долларов. Нет, такого быть не может. Потому что у них практически все люди находятся просто в единой цепочке. Это потрясающе. И я действительно впечатлен этой компанией, потому что я сначала вот еще два года назад я не совсем понял, как она работает. Но когда я изучил все подробности, я, честно говоря, был шокирован. И теперь я хочу вам показать несколько слайдов о том, что здесь зависит от вашего уровня заработка. То есть давайте мы рассмотрим, от чего здесь, то есть от каких факторов здесь зависит ваш доход. Давайте мы чуть подробнее об этом поговорим. То есть первое, от чего зависит ваш доход. Это количество открытых мест в этом марафоне. То есть я уже вам показывал, что я открыл наверху вот здесь одно место и вкладываю 35 долларов ежеквартально. Потом я буду открывать второе место. И таким образом будет получать доход, скажем так, не только мое одно место со всей структуры, а уже два места будут получать доход с инвестицией каждого в этой структуре, который находится ниже под этим местом. И чем больше мест вы открываете, тем больше потенциальных инвестиций вы можете получать. Я не говорю вам сразу открывать много мест. Подождите, вот вы открыли одно место, 35 долларов. И вы уже видите, у вас появилось в вашей линии 10 человек. Это означает, что в среднем, как вы помните, с каждого человека вы получаете 1 доллар, 2 доллара и 3 доллара. В зависимости от того, насколько дальше они находятся. Если у вас всего 10 человек, значит в среднем вы получите 2 доллара на каждого. Это 20 долларов. То есть все. Вам уже в следующий раз надо инвестировать не 35 долларов своих денег, а 15. Все. С этого момента можете открывать второе место. Потом вы смотрите, первое место заполнилось полностью, и там доход уже больше 35 долларов в квартал. А второе место заполнилось только наполовину. И там вам надо 15 долларов собственных денег. Отлично. Открывайте третье место. И таким образом открывайте их постоянно и наращивайте свой доход, наращивайте циркуляцию. Не надо сразу открывать там 10 мест и потом вынуждено вкладывать 350 долларов в квартал. Нет, открывайте постепенно, дождавшись хотя бы наполовину окупаемости от первого места или даже полностью. И не забывайте еще одну вещь, что с каждого открытия места дальше в структуре второе место, третье место. С ваших же открытий мест и инвестиций за второе место, за третье, ваше первое место. Оно будет получать с этого бонус. То есть вы будете, грубо говоря, получать бонус своих собственных вторых и третьих мест. Это идет переливание и циркуляция денег по всем этим местам. И таким образом, каждое последующее открытие мест вам будет стоить дешевле. Потому что вы с каждым новым открытым местом, вы моментально все ваши предыдущие места будут получать с этого часть дохода. Таким образом, каждое последующее открытое место вам будет стоить дешевле. И при этом с каждым открытым местом у вас больше возможностей по количеству людей, которые могут в целом оказаться в вашей структуре. Я, может быть, немножко сложно объясняю, но на самом деле, если вы вникнете, то все будет очень просто. Поверьте мне, я тоже сначала не понимал, но теперь, когда я понял, меня перспективы этой компании очень впечатлили. От чего зависит еще ваш успех? От времени работы в системе. То есть, как вы видите, здесь максимальные структуры, которые могут быть, они очень большие. То есть, здесь много тысяч людей, то есть, не много тысяч, а вот смотрите, тут раз, два, три, четыре, пять. Вот 10 уровней вниз. Первая линия 2 человека, потом 4. В среднем 2000 человек примерно могут оказаться в вашей структуре. И они у вас появляются постепенно. То есть, приглашаете кого-то вы, приглашаю кого-то я, ваш наставник, который находится выше, эти переливы тоже оказываются у вас. Приглашает компания, постоянно происходит реклама этого сообщества. И регистрируются здесь по 500 человек в день. И часть из них, часть из всего, что я перечислил, будет оказываться в вашей структуре. И, соответственно, этот процесс постепенный. И чем дольше вы находитесь в компании, тем больше у вас будет структура. Даже если вы никого лично не приглашаете. То есть, разумеется, что человек, который зарегистрировался тут год назад, ну, у него по определению будет структура больше, чем у вас, когда вы зарегистрировались сейчас. То есть, ну, это просто очевидно. Потому что все выстраиваются в одно дерево. То есть, в одну единую структуру, которая постоянно растет. И чем выше вы окажетесь в этой структуре, чем раньше вы зайдете, тем больше вы будете зарабатывать. То есть, второй фактор, от чего зависит ваш доход, это время нахождения в этой системе. То есть, чем раньше вы начнете и вложите 35 долларов, тем больше вы будете со временем зарабатывать. И третье, от чего здесь зависит доход, это личные ваши приглашения. То есть, это не обязательно. Ваша структура будет расти и без личных приглашений. Но, соответственно, вы понимаете, те, кто проявляет личную активность, те, кто помогают развиваться этому фонду, те, соответственно, будут зарабатывать больше, и окупаемость каждого вашего места будет наступать быстрее. То есть, к примеру, если для того, чтобы полностью начать окупать одно место, открытое в системе, тому, кто никто не приглашает, понадобится полгода, то тому, кто приглашает, понадобится, допустим, один-два месяца. То есть, ну, просто этот человек, он будет окупать свои вложения и зарабатывать больше и быстрее. То есть, это не обязательно, это по желанию, но я всегда, когда мне нравится какой-то проект, какое-то сообщество, компания, я всегда помогаю ему развиваться и всегда занимаюсь не только приглашениями, но и любыми видами помощи, которые я могу оказать. Это моя позиция, поэтому я сюда людей приглашаю, вам не обязательно, в любом случае, вам будут совершаться переливы с моей структуры. Я думаю, что вы, я надеюсь, что вы впечатлились тем, что я рассказал. И в заключение, перед тем, как вы здесь зарегистрируетесь и мы с вами начнем работать в этом направлении, я хочу в заключение сказать вам очень важную мысль относительно этой компании и относительно того, как вы должны мыслить, находясь в ней. Я хочу вам сказать, что это прежде всего благотворительный фонд. То есть я сюда захожу прежде всего для того, чтобы помогать другим людям и для того, чтобы перечислять часть своих денег на благотворительность. Это именно та цель, с которой я пришел. А то, что здесь можно еще и зарабатывать на этом, это просто для меня как дополнительный бонус. Я знаю, что часть, что те деньги, которые я сюда инвестировал, вот уже 35 долларов, да, первые, что половина, часть из них была отправлена на благотворительность, а часть из них была отправлена как заработок другим людям. То есть я совершил добро двум разным группам людей. Я помог людям заработать, 10 разным людям, и я помог больным детям. То есть я помог сразу двум группам людей. И слоган, чтобы вы понимали, слоган этой компании, он звучит так. Добро возвращается. И именно в этом вся философия и смысл этой компании. Я пришел сюда не с какими-то алчными целями для того, чтобы заработать. Я пришел сюда в первую очередь для того, чтобы помогать людям. Я помог тем людям, вышестоящим в структуре 10 людям, заработать, и буду помогать дальше им зарабатывать. Буду помогать активно. И я буду помогать активно больным детям и перечислять деньги на благотворительность. Я получаю от этого удовольствие. И это самое главное, зачем я сюда пришел. И слоган компании «Добро возвращается». И благодаря тому, что я делаю это добро, в будущем я буду вознагражден и начну в том числе зарабатывать здесь деньги. Вы должны понимать, что это две компании. Это благотворительный фонд и это инвестиционный фонд. В благотворительный фонд вы перечисляете деньги на благотворительность. В инвестиционном фонде вы зарабатываете. Но первичен благотворительный фонд. Вы должны просто осознанно выделить 5% от своих заработков, или 3%, или 1%, кто сколько хочет, и перечислять деньги на благотворительность. Это должна быть ключевая цель, в которой вы сюда приходите. Да, вы можете здесь зарабатывать. И через какое-то время, кто-то через месяц, кто-то через три месяца, кто-то через год, с момента первой инвестиции, начнет здесь зарабатывать. Но это должна быть второстепенная цель. Если вы сюда придете с алчными целями, только для того, чтобы заработать, это просто будет бессмыслиться. Я прошу вас этого не делать. Если у вас только эта цель, пожалуйста, выберите любую другую компанию из моего портфеля, или из какого-то другого портфеля. Выберите какой-то просто инвестиционный фонд. Не надо сюда вкладывать. Я прошу заходить ко мне в структуру только тем, кто хочет помогать людям. Помогать другим людям зарабатывать в инвестиционном фонде и помогать больным детям в благотворительном фонде. Это должно быть вашим приоритетом номер один. Вы совершаете добро, и потом, спустя определенное время, это добро вернется к вам в форме пассивного заработка, который вы обязательно здесь создадите. И еще хотел вам добавить то, что после регистрации здесь есть такая вещь, как пин-код. Вы должны будете активировать свой личный кабинет, и это стоит, по-моему, 5 долларов, если я не ошибаюсь. Вы можете обратиться ко мне, и я вам скажу пин-код, благодаря которому вы сможете бесплатно активировать свой личный кабинет. То есть вы можете либо заплатить 5 долларов, либо активировать его пин-кодом. У меня будет около 10 бесплатных пин-кодов, и они у меня периодически будут появляться новые. Напишите мне в Телеграме, ссылка на мой Телеграм-канал, кстати, есть в описании, обязательно на него подпишитесь. И там в описании Телеграм-канала вы найдете ссылку для личных сообщений со мной в чате. Можете мне написать, попросить пин-код, если он у меня бесплатный есть, я обязательно его вам пришлю, и вы не будете тратить лишние 5 долларов для активации своего аккаунта. Благодарю вас за то, что вы прослушали этот ролик до конца, и особенно благодарю тех, кто присоединится со мной в одну структуру и будет заниматься вместе со мной благотворительными целями. Это был Владимир Узанов. Скоро увидимся.